Айсберг Точнее у всех объединенной корпоративной хоккейной лиги, как мы теперь называемся И сейчас команда выходит на приветствие Первая их игра, стадион Салют 22.00, 1 октября, первый день среднего месяца осени Представляю вам составы играющих команд Команда Ракета сегодня слева играет на ваших экранах Форма красного цвета, вратарь команды Денис Кузнецов номер первый И Михаил Чиликин номер девяностый Полевые игроки Пятый номер Сергей Зубарев Десятый номер Роман Качанов Двенадцатый Алексей Загвозкин Тринадцатый Динам Петреддинов Двадцать второй Андрей Калачев Двадцать четвертый Леонид Адамов Сергей Ходунов двадцать пятый номер Александр Богданов номер восемь Сергей Варцев номер сорок четвертый Алексей Печенев номер пятидесятый Павел Карцев семьдесят девятый номер Илья Сидельников номер восьмидесятый Александр Карманов номер 87 Владимир Володин 91 И Андрей Шалбанов номер 27 Сегодня полная заявка у команды Ракеты И переходим к команде Айсберг в синей форме Она сейчас на ваших экранах Вратарь команды Борис Ивахненко Он сегодня в желтой такой майке лидера 72 номер полевые игроки Иван Капустин номер 10 Илья Слободкин номер 70 Максим Грузинов 83 номер Обратим на нее сегодня внимание Владимир Марусейченко номер 12 Алексей Тюнин номер 9 Дмитрий Никитин 19 номер Отсом Кривцов номер 23 Капитан команды Михаил Белов 27 номер Евгений Волков 35 Илья Самылов номер 76 Михаил Герасимов 85 Олег Крюков 88 Андрей Сикорский 99 Замыкает этот список Кирилл Напалков номер 13 Сегодня для вас комментирует этот матч Егор Киржаков Я же являюсь генеральным директором Ростех Объемной Корпоративной Хоккейной Лиги И вот сегодня мне выпала честь Откомментировать первую игру дивизиона Стажер между командами Ракеты и Айсберг Начало Пока нельзя отдать Какой-то из команд Инициативу мы посмотрим как игра будет развиваться По прогнозам Ракеты должны сегодня Показать с лучшей стороны На них букмекеры Шансы им дают больше чем команде Айсберг Но это далеко пока Не факт Я вам скажу что ракеты сегодня выиграют Потому что команда Айсберг довольно Команда серьезная Она имеет В своей системе Не один клуб А целых два И соответственно им есть из кого выбирать Ракеты в этом году Им было сложно проходить межсезонье Был Слух что им не удастся Так сказать это межсезонье Хорошо пройти И команда могла Ну от Скажем так завершить свое существование До переродиться в команду с новым названием Но как видим Ракеты остались ракетами И выступают в нашем чемпионате Сегодня Как я уже сказал Их первая игра И сегодня команда Должна доказывать Прежде всего самой себе Что она может выигрывать Что команда Имеет большие амбиции Напомню что в прошлом чемпионате Команда Ракеты Выиграла Кубок В своем дивизионе В дивизионе Дебютант Ну а сейчас вот Бросочек завершился Выносом шайбы Из зоны Команды Айсберг Потому что Пришелся он выше ворот Вот игрока На которого я предлагаю Обратить внимание 83 номер Рвался по левому флангу В ворот Отдавал пас на пятак И шайба улетает За пределы игровой площадки И вбрасывание будет В средней зоне Меняет состав Команда Ракеты Айсберг оставляет Свою предыдущую пятерку Но пока как видим Конечно команда Ракеты В плане Представления игровой формы Сегодня Выглядит Однородной массой А вот команда Айсберг Пока Одинаковой формы Не обладает Но отдадим Скажем так Ей Дадим ей несколько Пару недель Чтобы прийти в себя Заказать новые майки И уже выглядеть как Подобающе Как Одна единая команда В одной красивой форме Ну а тем временем Максим пытается отдать пас Через поляну Там Леонид Адамов Шайбу перехватывает Рвется вперед Но шайбу теряет И вот это уже Можно сказать Такой силовой Неумышленный силовой прием Игрок просто не успел убрать Не успел убрать Свой корпус С пути игрока Команды Айсберг А защитник выбрасывает Шайбу над стеклом И вбрасывание Будет в зоне Команды Ракеты Потому что Судья дает удаление За умышленную задержку Игры На команду Ой На скамейку штрафников Отправляется Александр Карманов 87-й номер Команды Ракеты Шайба Улетела Шайбы нету И уже из Четырех Шайб Которые были Взяты Судьями Осталось Только Две На судейском столике Выигрывает Айсберг Шайбу на вбрасывание Но ракета Ракетам удается Ее вынести Из своей зоны Владимир Марусейко Марусейченко Сегодня в такой ярко Голубой майке В его Звене Иван Капустин Играет Десятый номер В майке черной Вот сейчас он С шайбой Рвется по левому флангу Пробрасывает ее туда За ворота Но Здесь вратарь Вратарь пытался Ее контролировать Не очень у него это получилось Чуть она не вылетела Обратно на пятак И могло получиться Довольно опасно В большинстве играет Команда Айсберг Передача вперед Здесь никого из партнеров нету Это скорее был такой вынос Из зоны Бросок не удается Заблокирован он Иваном Капустиным И вот сейчас Три в два Очень долго Никитин Входил в зону Перекладывал шайбу Бросок Там Бросаются под шайбу Игроки Команда Ракеты Еще один бросок Мимо Артем Кривцов Еще раз попадает Бросает Уже С угла Опять попадает Защитника Клюшка Я подозреваю Будет удаление Нет За задержку Вот так вот За задержку Отправляется на скамейку Сергей Зубарев На пятаке Он там Сорвал атаку Своего партнера Который мог убежать Один в ноль Но Могло получиться опасно Но В итоге Команда Ракеты Втроем Сейчас будет шайба Вынесена из зоны Я думаю Да Так это и сделано Зря Сейчас Иван Капустин Играл Пытался поймать шайбу Клюшка Если бы он ее остановил Было бы естественно Вбрасывание Причем в зоне У Айсберга Вот так вот интересно Входит этот офсайт Офсайт Конечно же Положение вне игры Было Зафиксировано Судьями Вбрасывание будет В центральном круге Потому что с места паса Сейчас будет вбрасывание Разводят руками игроки Что было А на самом деле Был офсайт Две секунды Еще втроем Играть с Ракетом Потом Но потом еще Полторы минуты В четвером Айсберг Новос шайбой В зоне Закрепляется Илья Слободкин Передача Бросок Но на месте Вратарь Да не удалось Сейчас Красивый момент Шайба все-таки Выброшена Выброшена Далеко И приходится Вступать В игру Борису Ивахненко Пока только За своими воротами Ну такой Неплохой проход Через центральную зону Ну и передача Не точная Не точная Илья Слободкина Туда назад А вот сейчас Может быть опасно Не удается Марусиченко Остановить шайбу Следующий его бросок Опять приходится В ноги Пока Ракеты Перекрывают Все броски Наносимые соперником До ворот Шайба не доходит И вот теперь Удается ее выкинуть Может даже Получиться опасно Володин Сейчас Вперед Самостоятельно Его цепляют Удаления не будет Пока Вы слышите Как болеют Отчаянно Болельщики Айсберга Их слышно Даже здесь У нас В комментаторской кабине Если это можно назвать Кабиной Конечно У нас сегодня Open Air Так сказать Кабина В открытого стипа Ракеты сейчас Вчетвером Обороняются Но их так погонял 19 номер Дмитрий Никитин Сейчас он снова С шайбой Можно убегать 1-0 не выходит Да и Потерял равновесие Приходится шайбу Брасывать вперед Удается Нет Не удается пока Закрепиться В зоне ракет Надо сказать Игра На мой взгляд Пока вполне себе Равная Вот Может быть Небольшое преимущество Территориальное Есть у Айсберга Ракеты пока Отбиваются Но до бросков В таких реально опасных Дела пока не доходит Но ракетам Надо в этом плане Отдать должное Ракеты Боец опытный В нашем чемпионате Играют Второй год И Они уже знают Как действовать Против таких соперников Как Айсберг Вопрос Чем закончится игра И у нас еще 55-54 минуты До окончания Этой игры Счет не открыт Ну а Айсберг Вновь начинает Свою атаку Из-за своей зоны Ракеты тут Прессингуют Леонид Адамов Пытался эту шайбу Оторвать А вот Максим Рвется вперед Ох Андрей Сергей Зубарев В общем прижались Все игроки Прижались к воротам Соперника К воротам Команды Ракеты На синей линии Никого не остается Грузина Бросок Мимо ворот Шайба Не выходит Иван Капустин Тоже очень неплохо Смотрится Надо сказать Но вот На сей раз Шайбу Ракетам из зоны Удалось Вывести Шесть игроков На площадке Между прочим Можно свистеть Я не знаю Почему сейчас Судья этого не замечает Неудачную смену Проводит Айсберг Проводил Неудачную смену Игроков Я имею ввиду Опять Раньше времени Выскакивает На площадку Меняющийся игрок В конце концов Судьи это заметят Это я вам гарантирую Надо выводить Ракетам Шайбу из зоны Они пытаются Вывести ее Не просто так А чтобы начать Атаку Рвется вперед Александр Богданов Восьмой номер Не удержался Он тоже на ногах Упал Но Получили в итоге Проброс Заработали даже Я бы сказал Ракеты себе Проброс И Брасл Не будет в зоне Команды Айсберг Что же На данный момент Еще 11 секунд Команды Ракеты Будет играть В меньшинстве Но это меньшинство У Ракет Прока проходит В основном С их преимуществом И заканчивается Шайбой Ворота Айсберга Забивает ее Сергей Ходунов С передачи Алексея Печенева Айсберга Продолжение следует... Продолжение следует... С Ильей Слободкиным не поделили они пространство на площадке. Играет команда 4 на 4 теперь. Алексей Печенев и Илья Слободкин сейчас на скамейке штрафников. По 2 минуты судьям выписали. И 2 минуты команды поиграют в равных составах, но уменьшены. Места на площадке стало побольше. Посмотрим, кто этим может воспользоваться лучше. Бросок издалека. Алексей Тюнин. Опять он заблокирован защитниками. Сергей Варцев там с шайбой. Передача не очень удачная. Я бы, на мой взгляд, Зубарев мимо. Тоже заблокировали этот бросок Сергея Зубарева. Выброшена шайба. Это будет проброс, естественно. И вновь шайба вернется в зону к Айсбергу. Меняться нельзя сейчас Айсбергу. В то время как ракеты пользуются этим моментом и меняют двух защитников. Или нападающих. Нападающих. Двух нападающих. Они меняют. Александр Карманов и Леонид Адамов сейчас на площадку вышли. Свеженький. У Адамова отличный момент. Бросок. Спасает. Надо в этом моменте Борис Ивагненко. Зубарев. Передача Адамову. Адамов там пытался замкнуть. Не дали ему этого сделать. И в отличной передаче. Жаль не поймал сейчас Тюнин шайбу. А то мог бы убежать один в ноль. Слишком неудобной была передача Ивана Капустина ему на ход. А убегал он опасно. Капустин с шайбой входит в зону. Убирает на неудобную руку. Но тоже. Сейчас он с Адамову. Отличная передача. Тюнин. Бросок. Надо было бы, на мой взгляд, давать передачу на штангу. Но Тюнин решил сам бросить. У него не удался этот бросок. Шайба улетела выше ворот. И сейчас Денис Кузнецов останавливает игру. Решил дать поменяться и своей, и чужой команде. Правда, вбрасывание будет рядом с его воротами. Напомню, параллельно у нас проходят игры в Ледовом дворце. Крылья Совета в прямой трансляции. Сегодня там матч открытия был. Ростех с командой G-Energy. Наш титульный спонсор. Команда Ростех обыграла команду G-Energy со счетом 4-1. Ну, а сегодня здесь, сейчас на арене Салют. Команда Ракеты встречается с командой Айсберг. И ведет пока 1-0. Команда, напомню, играет сейчас 4 на 4. Удалены были у команды Ракеты 50-й номер Алексей Печенев, который забросил первую шайбу. Ну, а в команде Айсберг это был Илья Слободкин. Сейчас в данный момент они уже вышли обратно на площадку. Время их штрафа закончилось. И Ракеты пытаются начать свою атаку в центральной зоне. Но вот видите, все-таки можно сказать, что Айсберг имел какое-то территориальное преимущество. Небольшое имел, но они пропустили гол. Бросок сейчас мог получиться хороший, но шайба была заблокирована защитниками. Айсберг сейчас Айсберг уже отбивается, а Ракеты пытаются их прессинговать. И вот сейчас, может быть, опасно, бежит вперед. Артем Кривцов, капитан команды Айсберг. Неплохо он бежал, мог обижать защитника, но соревнование на скорость Павел Карцев все-таки выиграл. Борис Ивахненко сейчас пытается помочь своей команде начать атаку. Да, и некоторые вратари умеют играть в клюшку и умеют атаки начинать. Вспомним хотя бы такого вратаря, как Кирилл Григорьев, который любит это дело очень сильно и имеет в лиге, по-моему, наряду там с Дмитрием Райхелем, по-моему, очень много голевых передач в своей карьере. Можно посмотреть это у нас на сайте в разделе «Наша лига. Достижения игроков». Там есть такой пункт у вратарей, как голевые передачи. И у нас там есть такие вратари, которые по этому показателю лидируют в лиге. Ну вот сейчас Борис Ивахненко решил, хотел к ним присоединиться. Жаль, его в этом не поддержали партнеры. Гайдер сейчас может привезти себе еще одну шайбу. Очень много лишних перепасов в своей зоне. Но все-таки с успехом им удается шайбу из своей зоны вывезти. И Илья Слободкин, отдохнувший недавно на скамейке штрафников, рвется уже вперед. Вот партнеры, правда, ему не очень в этом помогли. Сейчас уже ракеты выходят из своей зоны. Роман Качанов там в углу. Пытается выкарабкаться. Александр Богданов с шайбой. Пока больше берут игру на себя. Передача на синюю линию. Нужно бросать. Нет, передача. Можно было сдвинуться влево и бросить уже туда на ворота. И шайба улетает. А сразу судей погнуло ящик электрический. Это шайба. Чуть не убила нам судей. Хорошо. Этот ящик спас нашего заместителя, главного судья Олега Тараканова. И хорошо, да, шайба вот так вот. Тут у нас сеточка специально натянутая перед судейским столом. У нас отодвинуто для того, чтобы мы могли нормально показывать этот матч для наших телезрителей. И вот в итоге это могло сыграть сейчас злую шутку с нашими судьями. Но, слава богу, все обошлось. Вот Марусиченко рвется вперед. Шайбу у него выбивают. Падает он. Нарушения тут не было. Считает арбитера. С этим не очень согласны соперники. Бросок на месте Кузнецов. Вынос шайбы. Шайба вышла. Капустин ее туда с неудобной руки обратно отправляет поближе к зоне ракет. Белов ошибается. Печенев там пытается отобрать эту шайбу. Сейчас может получиться опасно. Да, она могла пролететь, но на сей раз Андрей Шалбанов это дело пресек. Подбил чуть-чуть шайбу, приостановил ее. Чтобы Марусиченко не убежал. 1 в 0-то. Но вот Марусиченко с шайбой пытается пробиться. Перед ним три соперника. Ни бросок, ни пас. Опасно. Шайба опять заблокирована, между прочим, защитниками. Очень много сегодня заблокированных бросков. Опасно. Бросок. Фратарь мог быть на месте, но счет сравнивает. Сравнивает счет Дмитрий Никитин. Можно сказать, 19-й номер Дмитрий Никитин сравнивает этот счет. Сравнивает счет в этой игре. 1-1. Вот так вот. Даже тут две передачи записывают судьи. Что интересно. Евгений Волков и Владимир Марусиченко отдавали передачи. А шайбу забросил Дмитрий Никитин. Что-то я не увидел там двух передач. Но судим виднее. Не будем с этим спорить. Поздравим Никитина с первой шайбой в этом сезоне за команду «Айсберг». Команду «Айсберг» подойдет с тем, что она выровняла игру. И сейчас, так сказать, командам надо начинать все сначала. Оффсайд зафиксировали судьи. С места паса вновь вбрасывание. Слободкин первый на шайбе. Кривцову передача. Выбивает у него шайбу. Не смог он с ней сдвинуться в центр. Зачем-то стал уходить на неудобную руку. Ну, надо отдать должное. Игра вполне себе захватывает. Интересно. Зрители, правда, чуть-чуть затихли. Но вот стоило про них вспомнить. Они вновь активизировались. Ну что ж, приятно, когда на наши матчи, на матчи наших команд приходят зрители. И болеют, яростно болеют за свои команды. Пока мы только не видим тут массу флагов. Барабаны, дудки. Все это мы ждем. Это сейчас будет проброс. Кстати, должен быть. Нет, отменяют. Судя проброс. Мог достать защитник эту шайбу. Попытка такая из-за ворот отправить своего партнера вперед. Это Андрей Сикурский дал пас Алексею Тюнину. Тут ее дальше Максиму Грузинову. Тут за ворота. Передача неудачная, но она доходит до партнера. Бросок от Синий. На сей раз не удалось защитникам эту шайбу остановить. И она рикошетом чуть было не зашла в ворота. Но Денис Кузнецов оказался на чеку. Он перекрыл нижний угол. После этого сумел зафиксировать шайбу. И в итоге вбрасывание около его ворот. Меняют ракеты свое звено. Айсберг меняет только защитника. Выходит Иван Капустин. Поддержать партнеров. Пока вижу не очень определили команду Айсберг. Кто на каких позициях играет. Иван Капустин сначала ушел на правый фланг. Ему партнер сказал переходи налево. Сейчас вот он с шайбой входит в зону. Давать некому. Вот он за собой дает туда. По борту там партнер помогает ему. Передача направо. Ну и дальше. Честно говоря не могу сказать что команды чем-то отличаются от Абервалга перед этим игравшего. И команды Вольта Лайтнинг. Мне кажется это вообще один дивизион с Абервалгом. Капустин там борется с шайбой. Грузинов. Передача. Хорошая передача. Надо бросать. Бросок выше ворот. Капустин опять. Грузинов бежит меняться. А Сергей Варсов передача будет пробро. Оффсайд в смысле. Да, положение вне игры. Это положение вне игры чистое. С места передачи надо делать в бросовании. Но или на точке в бросовании в средней зоне. Володин. Разводят судьи руки в стороны. Не было там положения вне игры. Но Володин. Нет, выбивает у него шайбу. Она выходит в среднюю зону. Володин держит ее. Смотрит кому отдать. Давать некому. Идет сам. По борту. Но вот попытка тогда бросить ее вперед. Оффсайда нет. Проброса нет естественно. Потому что партнер там с шайбой сыграл. Неудачно сейчас возврат назад. Выврошена шайба. Не выврошена шайба из зоны. Отчаянная борьба на пятаке. Бросок. Зубарева. Белов. Ой, прошу прощения, не Белов. Конечно же. Опасно. Бросок. Гол. Да, Володин эту шайбу забивает. А Печенев зарабатывает второе очко в этой игре. А давай теперь голевую передачу. Но Володин красиво подключился на пятаке. И шайбу в левый угол забросил. Ворот. Борис Ивахненко. Ну и 2-1. Ракета впереди. Играть остается 24 секунды в первом периоде. Такой гол в раздевалку. Забивают ракеты. Сейчас Хайбергу нужно прийти в себя. Надеюсь, они сейчас не пропустят еще один гол. А такое бывает. Тем более в любительском хоккее. А может быть сейчас за 5 секунд уже 4 остается. Нет, не успеют сейчас Хайберги привести гол в ответку. И в итоге перерыв. 15 минут для подготовки льда. 2-1. Команда Ракета впереди. Мы с вами тоже отдохнем. Придем в себя. Попьем кофейку, чайку. Время сегодня позднее. Но это не останавливает никого, чтобы смотреть эту игру. Можно сказать, не в прямой трансляции. Но видео тоже будет выложено на сайт компании в спорте. Нашего партнера постоянного, который работает специально для того, чтобы вы смогли наблюдать матчи Ростех. Объединенные корпоративные хоккейные лиги. И оценивать. Болеть за свои команды. Оценивать качество проведения чемпионата. Отдыхаем. 15 минут. До встречи во втором периоде. Добрый вечер. Еще раз, друзья, возвращаемся мы на лед. Матч Ракеты против Айсберга. Дивизион Стажер. Матч первого тура чемпионата. Будет удаление. Сейчас Зубарев срубает соперника. Вратарь пока бежит меняться. На шестого полевого. Вот в потере шайбы можно было тут разыграть. Не удалось сейчас Айсбергу. Но сейчас у них будет 2 минуты, чтобы, так сказать, показать соперникам, кто сегодня хозяйничает на площадке. Пока 2-1. Ракета впереди, но 2 минуты у Айсберга сейчас. Будет для реализации числено преимущество. Напомню, игра началась с довольно опасных атак команды Айсберг. Но счет открыли ракеты. Им удалась опасная контратака, в которой они тут шайбу забили в ворота команды Айсберг. После этого Айсберг счет сравнял. Но в концовке всего за 20 секунд до конца первого периода они пропустили гол. И вот сейчас у них есть хорошая попытка этот неудачный для себя момент загладить. Грузинов передача Капустину. Тут бросок, шайба, опасно! На месте Денис Кузнецов просто выручает он сейчас свою команду. Выброшена шайба, Айсберг. Игроки на скамейке требуют поменяться. Но те, кто на поле, видимо, еще не наигрались и хотят сейчас... Ох, опасно. Опасно сейчас можно было получить спину от соперников. Такой, ну, даже, я бы сказал, неумышленный, но силовой прием. Капустин рвется вперед самостоятельно. Пытается пройти. На неудобную шайбу убрал. Бросок на месте Кузнецов. Никак не удается закрепиться Айсбергу в зоне. А ракеты отбиваются пока довольно удачно. Айсберг пытается самостоятельно решить. Еще одно удаление будет. Ракет надо отдать шайбу. Отдать надо шайбу. Втроем ракеты останутся. Но нет, пока не шестой полевой выходит. Отдайте шайбу, ребята. Отдайте шайбу. Они втроем будут. Нет, пока до этого не додумываются. Игроки команды Айсберг. А время идет. Три, две, одна. Уже в пятером ракеты. Бросок. Ну, Айсберг в шестером играет. Главное тут сейчас не загнать шайбу к себе в ворота. Такие случаи у нас бывали. И гол при этом засчитывается. Все, все. Вот он свисток. Попытка забить в пустые ворота. От отчаяния Зобарев туда ее бросает. Но ракеты вновь оказываются в четвером. И еще две минуты. 91 номер. Это Владимир Володин отправляется. Тоже автор шайбы сегодня. В составе команды ракеты. За удар клюшкой отдохнет он на белой лавочке со стороны команды ракеты. Только с противоположной от своей команды. В боксе штрафников. Айсберг выигрывает. Вбрасывание. Бросок. Вновь заблокировано. Заблокирован вновь этот бросок. Сейчас могло получиться опасно, если бы кто-то из игроков ракет был тут рядышком. Но Волков. Передача партнера не сумел шайбу Марусеченко обработать. Приходится ее вбрасывать далеко вперед. Выбрасывает. Выбрасывает ракеты шайбы из своей зоны. Подальше. Борис Ивахненко сегодня, напомню, в желтой такой майке лидера играет на воротах команды Айсберг. Зубарев рвется вперед. Не дает ему. Корпус ставит Белов. И Зубарев в отчаянии уже на ногах не удержался. Падает. Можно заходить. Зря уже тормозил. Удалось войти без офсайда. Надо бросать. Кривцов мимо ворот. Шайб попадает в бок. Хорошая передача. Кривцов Герасимов. Бросок. Опять заблокирован этот бросочек. Очень много сегодня блокированных бросков у команды ракеты. Зубарев выбрасывает шайбу далеко. Она пролетает все зоны. Но здесь ее ловит Борис Ивахненко. И отдает передачу. Очередную такую хорошую передачу вперед. Здесь опасно очень играет. 25-й номер ракет. Сергей Ходунов. Он так руками толкал, можно сказать, в голову соперника. Судья этого момента не заметил. Или оставил без внимания. Сейчас слева Капустин. Бросает Капустин в ротуарь. Отбивает эту шайбу. Хоть там был рикошет. Илья Слободкин сейчас. Забирает шайбу. Передача Грузинова. Тот входит в зону. Шайбу теряет. А вот теперь передача. Если бы поймал Володин шайбу, клюшкой была бы остановка. Вот за это можно получить 2 минуты. Или получить от соперника. Но вот это вот сейчас 10-й номер. Получает 2 минуты. Я бы сейчас на месте игроков Айсберга не стал бы возмущаться. Ему отвечать. Потому что это 2 минуты большинства еще он получит. Да, за грубость. 10-й номер. Роман Качанов. Отдохнет 2 минутки. Недолго команда поиграла в равных составах. И еще. Теперь 2 минуты. Очередные в этой игре Айсберг получает. Пытается сейчас Зубарев выяснить отношения. Потому что так называемый ледяной дождь устроил соперник. Не передумает. Судья уже не передумает. Там не стоило так активно реагировать. Все-таки не совсем в лицо прилетел этот снег. Если бы это так было, судья удалил бы и первого игрока тоже. Но сейчас в Брасвене в зоне ракет. Счетвером они вновь. Айсберг пока проигрывает. Им надо отыгрываться. Снова выигранное в Брасвене удачно. Слободкин с шайбой. Отдавать надо на синюю. За воротами все игроки. Передача. Неудачно не удалось принять шайбу. Капустин. Бросок. Где шайба? Где-то она там на пятаке застряла. Не выброшена пока она из зоны. Капустин снова ее останавливает. Передача не удалась. Сергей Варцев ее из зоны выкинул. Тюнин. Будет сам, я чувствую. И сам. Сам получается неудачно. Падает Капустин. Выброшена шайба из зоны. У Варцева не удалось ее подальше туда отправить. А вот теперь проброса, конечно, не будет. Вот так он. Положение вне игры показывает арбитер. Варцева не в средней зоне. Не удалось в этой, в эту одну минуту большинства ровно закрепиться Айсбергу в зоне. Даже такого бросочка опасного не удалось нанести. Но вот сейчас ракетам будет полегче. Они поменяли звено. Опять проигранное вбрасывание Айсберга выигрывает. Вошли в зону. Герасимов на неудобную руку. Передача защитнику. Бросок. Опять в ноги. Еще один очередной заблокированный бросок. Они у нас не считаются. Но если бы считались, ракеты были бы сейчас лидерами всей лиги. По количеству заблокированных бросков. В этот первый игровой день. Перехват. Перехват не принес дивидендов команде ракеты. Но Кузнецов красиво забирает эту шайбу после броска Вадима Владимира Моросееченко. Хороший такой щелчок для этого дивизиона. Очень нацеленный под перекладину. Но на месте Денис Кузнецов. Два вратаря, напомню, сегодня у команды ракеты. На замене еще Михаил Чиликин. На всякий случай готовый вступить в игру. Если что-то случится с основным. Еще один заблокированный бросок. Под все шайбы ракеты падают. Ложатся. Опасно не попадает Герасимов по этой шайбе. Передача. Еще одна. И Адамов ведется вперед. Выходит тем временем его партнер со скамейки Штропников. Адамов выше ворот. Надо бы отдавать было передачу, на мой взгляд. Но Адамов решил сделать все сам. Зубарев. Передача Адамову не проходит. Еще раз снова не проходит. Оба раза ему помешал Зубареву Капустин. Значит, вперед тоже не удается. Рвется сейчас вперед. Бросок. Денис Кузнецов на месте. Накаляются страсти постепенно на пятаке. Команда Ракеты. Уже который раз туда рвутся игроки Айсберга. Который раз их довольно жестко. Соперники останавливают. Не нравится это, естественно. Кому это понравится-то скажите вы мне. Но вбрасывание сейчас около ворот Дениса Кузнецова. Сильнейшая пара, на мой взгляд, сейчас защитников. У команды Айсберг. Это Капустин и Слободкин. Опытка выкинуть шайбу не удается. Слободкин ее останавливает. Он пока с шайбой. Сам перекладывается. Неудобный бросок. Кузнецов на месте. Кривцов. Ну вот это может быть сейчас закончится дракой, нет? Нет. Пытается спровоцировать, между прочим, Роман Качанов. Соперникам. На пятаке у них жестко сошлись они. Вот так вот. Усиляют нападение сейчас. Выходом Грузинова. Команда Айсберг. Грузинов там на замахе стоит в ожидании выигранного бросования. На сей раз это бросование выигрывается не так чисто, как обычно. У команды Айсберг это получается. И в итоге контратака Качанов. Оффсайт. Да. Это офсайт. Кстати, наконец я увидел, кто сегодня... Кто сегодня капитан. Капитан у команды ракеты Роман Качанов. Десятый номер. Не отметили они это в протоколе. В итоге это для нас оставалось полтора периода загадкой. А уже почти половина, три второго двадцати минутки прошла. Восемь минут. И сейчас по-прежнему ракета впереди. Но Айсберг имел несколько довольно опасных моментов. И вполне мог этот счет сравнять. Пока это им сделать не удалось. Ракеты пока не имели ни одного еще опасного момента в этом периоде. Но и надо сказать, что они большую часть этого времени, восьми минут, второго двадцати минутки провели в меньшинстве. Зубарев с шайбой. Передача. Хорошая передача партнеру. Сергей Варцев ввется вперед. Бросок издалека. Но на месте Барисов Ахнинка. Его такими дальними не возьмешь. Зубарев. Выходит один. Не удается ему бросить. Снимает ногой в последний момент эту шайбу Андрей Сикорский у него с крюка. Щелчок. Вратарь на месте. Еще бросок. Как же шайбу сейчас не загнал ворота капитан команды ракеты Роман Качанов? Мне непонятно. Но просто не удался у него этот бросок. Добивание. Тюнин рвется вперед. Отдавал бы передачу. Сейчас было бы опаснее. Опасно вот сейчас. Бросок мимо ворот. Капустин тот с шайбой. Максима Грузинова. Три игрока. Ракет уже атакует. Отбирают у него совместными усилиями шайбы. Водят ее в среднюю зону. Ну а Слободкин теперь уже рвется из своей зоны. Капустин решил шайбу не оставлять. В итоге тоже фактически это наверное потеря. Хотя еще пытаются. Всех потеряли шайбу из виду. Она у Грузинова. Снова заблокированный бросок с защитниками ракет. Но шайбу из зоны выкинуть им пока не удается. Тюнин. Неский сумбур такой в защите ракет. Капустин. На левом фланге. По флангу туда по бортику рвется. Его защитники один, второй, третий. Ему попадаются на пути. Он проходит по борту дальше. И неудачная передача. Но она все-таки доходит до адресата. Ее теряет. Теряет ее. Максим Грузинов. Не удалось ему обыграть двух соперников сразу. Но продолжает наседать команда Айсберг на ворота ракет. Марусиченко рвался вперед мимо ворот. Михаил Белов. Ассистент капитана уже в падении там. Но отбирает у нее шайбу. Она летит через всю площадку. Не будет проброса. Ракета тем временем меняет состав. Выходят свежие игроки. Айсберг тоже там парочку игроков поменял. Сикорский по флангу опять на неудобную руку залезает. Тем самым затрудняя себе дальнейшие действия в атаке. Ракеты наконец шайбу отобрали. Но вот эта передача с неудобной руки. Попытка выкинуть шайбу из зоны не увенчалась успехом. Теперь уже от своего игрока блокируется эта попытка вывросить шайбу Алексеем Загвоздкиным. Айсберг поджал сейчас ракет. Пытаются они счет сравнять. Уже в свою зону попытка зайти. Загвоздкин сейчас будет с шайбой. Опять с неудобной руки. Но наконец-то шайба выходит в среднюю зону. И вот теперь Сергей Ходунов. Бросок. Но вратарь так выкатился хорошо. Что то есть просто на мой взгляд нужно было его объехать. Но Ходунов решил пробить. Пробить эту желтую стену возникшую перед ним в виде Бориса Ивахненкова. И ему это сделать не удалось. Борис тут проявил свое лучшее качество. Закрыл своим мощным телом. К сожалению у меня нет его данных пока по росту весу. Но он явно больше стандартного вратаря. Явно больше он его визави Дениса Кузнецова. И вот это сейчас сыграло, скажем так, основную роль в том, что ему удалось этот бросок отбить. Айзберг в атаке. Бросок с неудобной руки мимо ворот. Хотя Кузнецов уже сел. И если попадет в створ, наверное, шайба могла зайти. Удалось выкинуть шайбу из зоны. Хороший дриблинг сейчас показывает Динар Бедрединов. Ну а вот здесь будет проброс. Да, Айзберг сейчас попытался начать перевести шайбу через наискосок. Но не оказалось партнера впереди, который бы ее принял. В итоге шайба ушла на проброс. Нельзя Айзбергу менять свой состав. А ракеты пользуются этим. И свой состав они меняют. Выпуская свежее звено. Зубарев сейчас в обороне. Сейчас активненько будет подключаться. Бросок мимо. Зубарев будет с шайбой. Бросает не точно. Слободкин и Капустин. Первая пара защитников сейчас у Айзберга. Герасимов не сумел обработать шайбу. Но капитан команды Артем Кривцов попытался выложить шайбу на пятак. У него это не получилось. Зубарев опасно. Будет передача в рассол. Слетает шайба с крюка у Сергея Варцева. Зубарев шикарный, конечно, пас отдавал. Сергей просто шайба пробила клюшку. И не сумел он эту штангу замкнуть. Опасно. Выходит она все-таки. Устал уже. Явно устал Слободкин. Видно по его действиям. Возможно, давно не катался. А здесь сейчас игра идет на довольно высоких скоростях. Надо сказать, что команда Обырвал, которая играла перед этим с Вольта Лайтнинг, таких скоростей не показывала. И вот сейчас Зубарев 3 в 1. Уже 3 в 2. Опасно. Долго, долго. Бросок неточный. Затянул немножко. Бросок, том игрок команды Ракеты. В итоге не увенчался это все успехом. Ну, а Тес уже. Борис Ивахненко шайбу забирает. И бросование будет в его зоне с левой стороны. Тем временем на арене Одинцова у нас играют САП и ЦХМ. Там пока счет не открыт, по крайней мере, по нашей информации. 0-0. А у нас же, напомню, ведут Ракеты 2-1. А САП и ЦХМ это тот же дивизион. Игра эта проходит параллельно нашей встрече. Положение вне игры. Вышла шайба из зоны. Ракеты ее туда-обратно завели. Но кто-то из игроков выйти из зоны не успел. Печенев входит в зону сам. Бросок! Очень, очень мощный бросок. Шайба, по-моему, попала в перекладину, если мне показалось, по крайней мере, так. А, вот так вот там вратарь что-то то ли потянул, а вот это плохо, потому что вратарь там один. Борис Ивахненко, он в шпагате пытался отразить шайбу. Мне показалось, он ее задел. После этого шайба попала то ли в штангу, то ли в перекладину. Судя по всему. Потому что вообще мне показалось, что вратарь сам ее отбил. Ну, если сейчас вратарь не сможет оклематься, в шестером придется Айсбергу продолжать. Но нет, вроде находит в себе силы Борис Ивахненко встать и продолжить игру. Брат, сегодня будет в средней зоне, на месте, где была игра, остановлена. Да, она была остановлена арбитрами, да, возможно, сорвалась атака, но тут травмы, конечно, нужно пресекать. То есть, мало ли, вратарь так вытягивал эту шайбу, что пытался ее отбить, что действительно ему он мог что-то потянуть, надорвать. Ну, а в этом плане, конечно же, нужно поддаваться здравому смыслу. И даже если в этот момент идет голевая атака, нужно остановиться. Айсберг сейчас имел хорошую возможность. Еще одна. Некому шайбу добивать. Выход сейчас будет опасный. Адамов ошибается с передачи. Он ее отдавал назад, вместо того, чтобы дать ее вперед партнеру, туда за спину защитнику. Вновь айсберг с шайбой. Вновь они закрыли ракет в экзоне. Передача. Некому там было давать шайбу. Игрок в площади ворота, я так понимаю, или ворота сдвинуты, что такое? Да, сдвинуты ворота оказались. На самом деле, сейчас я бы сказал, что это в пользу айсберга. Это был свисток, потому что Адамов мог убежать один на один с вратарем соперника. Единственное, что здесь можно, наверное, сказать о том, что ворота, скорее всего, сдвинул вратарь ракет. И поэтому судья дал этот свисток. Потому что если бы это был кто-то из игроков айсберга, сейчас вряд ли судья бы свистнул и дал бы Адамову закончить свой спурт к чужим воротам. Но это проброс. Я думаю, будет. Нет, судья отменяет, потому что вратарь вышел. Но вышел он не просто так, а потому что Александр Богданов опасно бежал вперед. И мог эту шайбу раньше соперников забрать. Неплохой проход. Передача уже себе на удобную руку. Но там уже коробочка. Не удается из этой коробочки Артему Кривцову вылезти. И шайба потеряна. Но сейчас она у Капусина, тот Герасимова. Но Герасимов самостоятельно опять на неудобную руку. Мания у игроков айсберга уехать в угол. Причем именно на неудобную руку. Зубарев. 2 в 1. Передача очень далеко и не точная. Но продолжает ракета атаковать. Не удается им выкинуть шайбу из зоны. Защитник тем временем у Никитенко теряет клюшку. Подбирает ее. И этой сразу же подобранной клюшкой играет. Капустин подхватывает шайбу. Нужно бежать вперед. Впереди там только его капитан Кривцов. Но вот тот выключился из борьбы. Капустин шайбу сам провел, но потерял. И ракеты ее из своей зоны выкинули подальше. Сейчас они скорее на отбой играют. Такое впечатление. Но они могут себе это позволить. Они введут 2-1. И на кого как ни на Грузинова сейчас все надежды у команды Айсберг. Который сейчас был с шайбой. Но не удалось ему обыграть. Один в один соперника. И в итоге возвращается сейчас Айсберг назад. Печенев такой рвется через центр. Отдавать надо. Не удается ему это сделать. Шайба сходит с крюка. Он все продолжает владеть шайбой на углу. Передача на пятак. Партнер не был к этой передаче готов. Это будет офсайд. Нельзя шайбу убрать. Естественно ее отдают команде Айсберг игроки ракет. Друзинов и офсайд. Но это сейчас лучшее решение мне показалось для ракет. Им нужно поменяться. Что они и делают. Потому что у Айсберга было сильнейшее звено на площадке. И ракетам нужно сейчас выпустить звено посвежее. Адамов, Бедридинов и Карманов на площадке у ракет. И Загвозкин тут в защите. Один тоже из лучших защитничков этой команды. Не разобрались. Тут в центре поля ни те, ни другие. И вот эта попытка Грузинова прощелкнуть заканчивается очередным сейвом именно защитника. Хоккейт называется блокированный бросок. Передачи некому здесь отдавать. Адамов, можно убегать. Удается ему? Да, вдвоем они бегут. Передачу бы отдать. Лене! Нет, его с нарушением правил останавливает. Илья Слободкин. И отдохнет он две минуты за задержку соперника Клюшкой. Четко фиксирует судья это нарушение. Нет, задержка соперника руками даже. Вот так более точно звучит это нарушение. И две минуты теперь уже получает ракета. Не так часто им в этой игре удается поиграть в большинстве. Это, по-моему, то ли второй, то ли третий. Только третье удаление. По броскам пока у нас равенство. Примерное 6 на 5. Ракеты чуть-чуть перебросали Айсберг. При том, что Айсберг больше хозяйничает в поле ракет. Опасно? Нельзя или можно назвать это броском? Уж не знаю. Отлетела шайба. Летела она в створ. Вратарь щитком ее отбил. Передача. Зубарев будет щелкать от синей линии. Теперь уже блокируют игроки Айсберга. Выброшена шайба. Да, сейчас опасно было. Могло быть очень опасное добивание. Но защитники там на чеку. И Загвозкин сейчас начинает атаку. Передача Володину. Володин идет сам. Зря идет сам, на мой взгляд. Качанову можно было шайбочку отдать. Зарылся в игр Загвозкин. Бросок. Никого там нет, естественно. И Вахненко шайбу эту отбивает. Никто ему не мешал этого сделать. Вот так вот. Два в один. Тюнин. Передача. Они удачные. Это передача. Оба игрока стучат клюшками по льду. А надо бежать назад. Они в меньшинстве играют. Бросок Зубарева в ногу попадает защитнику. Я боюсь, ему сейчас придется поменяться. Потому что очень болезненный щелчок в конек. Нашел все силы. Андрей Сикорский подняться. Нельзя было сейчас лежать и изображать боль. Потому что в пятером были ракеты. Айсберг был в меньшинстве. Он отыграл эту смену эти секунды. До конца этой смены. До момента, пока Ивахненко прижмет шайбу ко льду. И хромая отправился на скамейку запасных. Ракеты вновь выигрывают вбрасывание. Теперь их время хозяйничать в зоне соперника. Да, им надо сейчас увеличить отрыв. Сделать задел в две шайбы. Потому что, чтобы обезопасить себя на концовочку. Второй период тем временем заканчивается. Опасно. Отлично сыграл Ивахненко. Не сумел. Правда, он шайбу эту зафиксировать с первого раза. Но защитники помогли ее вывести из зоны. Удаление у ракет будет сейчас. Да. Это две минуты. Две минуты за неправильную атаку. И эти две минуты зарабатывает Сергей Ходунов. Нет? Нет, не Сергей Ходунов. Сергей Варцов. Но возмущаются игроки ракет. Несогласны они с формулировкой неправильная атака. С этой же формулировкой несогласны болельщики. Но судью не переубедить. Вот сегодня он был недалеко. Все видел и грамотно выписал игроку команды ракеты этот штраф. Айсберг выигрывает. Брасывание 4 на 4. Команды будут играть. Проиграли они всего 4 секунды. Потому что после этого закончился период. И сейчас 3 минутки мы отдохнем. Сделаем небольшую паузу, чтобы вернуться в эфир. Что там общее по броскам? Первый день второго месяца осени. 1 октября. Первый день начала большого чемпионата Ростех Объединенной Корпоративной Хоккейной Лиги. Сегодня на ваших экранах дивизион «Стажер». Матч между командами «Ракеты» и «Айсберг». Егор Киржаков с вами в эфире. Мы продолжаем. Осталось 20 минут увлекательного хоккея. Не побоюсь от слова, но очень увлекателен сегодня. Обе команды показывают себя с самой лучшей стороны. Борьба идет на каждом участке поля. Очень хороший темп, очень хороший ритм этой игры. Ракеты пока ведут 2-1, но это ничего не значит. «Айсберг» перебросал «Ракет» в этой игре. Сейчас и хотя «Ракеты» на данный момент впереди. 16 против 13. Но если посчитать количество заблокированных бросков игроками команды «Ракет» в этой игре, то «Айсберг» будет с двукратным преимуществом превосходить «Ракет» по этой части, потому что игроки «Ракет» бросаются под любое маломальски опасное движение шайбы в сторону их вратаря. И в итоге облегчая Денису Кузнецову его работу. Вспомним, как в прошлом году Питтсбург выиграл у Сан-Хосе финал Кубка Стэнли. Там именно благодаря заблокированным броскам команда из Пенсильвании оказалась сильнее своих соперников с западного побережья. Ну а сегодня ту же тактику использует и команда «Ракеты». Но вот сейчас «Айсберг» вновь в оттайке. Но это неудивительно, потому что сейчас «Ракеты» остается в меньшинстве, когда Сергей Варцев за 4 секунды до конца первого периода получил удаление. Бросок. Очень неплохой бросок Максима Грузинова. Если бы Иван Капустин не просто отошел, а еще бы подставил клюшку под эту летящую шайбу, то, наверное, Денису Кузнецову было бы сложнее эту шайбу поймать. Но он видел момент броска, и хоть и Капустин отпрыгнул от летящей шайбы, но Денис не был застигнут врасплох этим моментом. Хотя я могу сказать, что игроки «Ракет» забыли сейчас на своем пятаке Капустина. Еще один бросок. Кузнецов на месте. На сей раз успеха не добился Илья Слободкин. Ну, а теперь Кузнецов шайбу фиксирует. Команды состава пока не меняют. Одну минуту 50 секунд команда сыграли уже в первом периоде. Через 7 секунд появится оштрафованный у команды «Ракеты». Это две минуты присоединяется сейчас к своему коллеге на скамейке штрафников и Алексею Загвозкин, бросившись шайбу с неудобной руки, далеко на скамейку запасных игроков. Да, за задержку игры. Через одну секунду выйдет на площадку Сергей Варцев. Но его коллега просидит там еще две минуты. Варцев на площадке. Тренер специально выпускает сейчас его звено, чтобы Сергей мог принять участие в атаках. Зубарев рвется вперед. У него есть шанс, бросок. Опять теперь он заблокирован уже Ильей Слободкиным. Но не везет сегодня Зубарева, не везет. Соперник был подготовлен. Это, кстати, передача. Отлично, бросок мимо Ворота. Нет, на самом деле это Кузнецов отбивает эту шайбу. Володин рвется сам. Очень широким шагом. Ну вот шанс у Максима Грузинова. Он уходит направо. Бросок Кузнецов на месте. Спасает, спасает. Предположение Кузнецов. У Грузинова был хороший шанс. Он им не воспользовался. Сейчас уже ракета шайба подальше. Подальше от своих ворот. Но, естественно, нужно выкинуть, поменяться. Володин только остается из четверки на площадке. Три остальных игрока новенькие. Отдохнувшие после перерыва и тех трех минут, что уже были сыграны. В три звена ровно ракеты сегодня играют. У айсберга народу чуть поменьше. Попытка с неудобной руки шайбу на пятак доставить. А отыгрываться нужно айсбергам. Отыгрываться. И они в любую попытку пытаются в любой момент шайбу туда на ворот, к воротам доставить. И с удобной, и с неудобной рук. Но пока там у них нету партнеров там на пятаке, которые могут эту шайбу там обработать и как-то ее туда запихать. Герасимов рвется наконец-то на рабочей руке. Он слева фланга проходит круг. Тем временем ракеты в полном составе. Сикорский. Капитану. Отличная передача. Здесь неготовые партнеры на пятаке. Они оказались на неудобной руке. И слева от ворот. Вот так вот. И сейчас может быть опасно. Убегает один в ноль. Бегут защитники. Бросок. Под вратарем шайба. Знаете, Алексей Печенев бежал. Его, конечно, атаковали соперники. Били по рукам. Но Печенев нанес очень опасный бросок. И только мастерство Бориса Ивахненко сейчас спасает свою команду от того, чтобы счет не стал 1-3. А это означало, скорее всего, то, что вряд ли Айсбергу удалось бы сегодня отыграться. По крайней мере, потому как складывается эта игра. Я, честно говоря, не знаю, как у нас проходит встреча с Аб ЦХМ в Одинцово. Нам электронное табло показывает, что счет там еще 0-0. А вот сейчас у Айсберга есть шанс. Прекрасный момент. Но опять в ногу защитнику, упавшему, не видевшему эту шайбу попадает. Тринадцатый номер, да? Если не ошибаюсь. Кирилл Напалков. Бросок на месте Ивахненко. Его такими несильными бросками не возьмешь. Володин за ворота Печеневу. Гираж самостоятельно. Володин. Здесь никого нету. Удается сейчас Айсбергу шайбу забрать. Капустин за воротами. Опасный выезд через свой пятак и попытка бросить шайбу вперед партнеру. Дуэль Грузинова. Идея Кузнецова выигрывает. Кузнецов, но Айсберг шайбу все-таки забирает. Но сейчас уже от бессилия, скорее всего, падал. Алексей Тюнин. Щелчок Зубарева. Шайба заблокирована. Не доходит она до воротаря. Вновь Жубарев с шайбой. И удаление. И удаление за удар соперника клюшкой. Нет? А, вот так вот. мне показало, что сейчас маленькая пауза. Сломалась клюшка у игрока команды Айсберг. Илья Самылов. И удалили его за... за игру сломанной клюшкой был. Удален он на две минуты. Сергей Зубарев там продолжает спорить с арбитрами. уже можно было бы и десяточку дать за это дело. Но судя по... Ракеты сейчас рвутся вперед. Им надо закрепить свое преимущество. Пока оно очень зыбкое. Но у них есть на это шанс. Есть шанс. Еще одну минуту 30 секунд на этот будет шанс. Вот так вот. Неплохая передача. Неплохая, но не сумел партнер ее замкнуть. И Капустин сейчас шайбой. Попытка выбросить. Удается эта попытка. Белов там караулил на чужой синий. Рыбачил, так сказать. Но ничего не поймал. Зубарев ставит корпус. Идет сам. Щелчок на месте Ивахненко. Слободкин не удалось Слободкину выкинуть шайбу. Зубарев снова в бросок. Заблокирована. Шайба Слободкин. Передача. Отличная передача партнеру. Кривцов по левому флангу. Бросок. Предательский шайба подпрыгнула перед Кузнецовым. Но он сумел ее в итоге отбить. Кузнецов. Передача. Доходит передача. Бросок. Бросок. Варцов мимо. Вратарь, я бы даже не совсем мимо. Это Ивахненко ее перевел. Опасно. Еще один. Ивахненко. Бросок. Мимо. Не удается сейчас Варцову еще раз поразить ворота. Было очень опасно. Кривцов туда уже с неудобной руки. Вперед. Заглозкин. Передача. Кодунов сам. Щелчок. Мимо ворот. Проходит шайба. Уже не очень много сил. Вот сейчас бы не увидел партнера Максим Грузинов. В итоге подобрал шайбу. Пошел сам. Уже четверо перед ним. Сам идет. Шайба эту теряет. Естественно от четверых обойти даже имея опыт какой-то в хоккее в любительском не так-то просто. Володин теперь шайбу теряет. не хватает сил. Автор сегодня одной из шайб сейчас рвется вперед Алексей Печенев. Передача Заглозкину тут бросает. Опасно. Ох, какой опасный момент. Володин. Заглозкин. Шайба заблокирована. Падает тут Грузинов. Партнерам даже приходится его объезжать. Не точная передача Тюнину. Он до шайбы так и не добирается. Выброшен из зоны. Ходунов попытка вперед дать пас не удается. Капустин здесь уже тоже шайбу это теряет. Печенев с партнерами передача неудачная передача падает Карманов но уже скорее от того что просто сил не остается. Тюнин надо бросать. Попытка передачи Тюнином она не удается. Капустин Грузинову Тюнин за ворота еще раз за ворота но все уже атака я бы сказал захлебнулась ракета вылезает вылезает и получает удаление Айсберг сейчас вот так вот удаление у Айсберга за удар соперника Клюшкой ровно 10 минут остается играть в третьем периоде 8 10 и 2 из них Айсберг проведет в меньшинстве ближайшие бросование в зоне команды Айсберг сейчас ракеты там проводят совещание около своей скамейки удача Выбрасывает Айсберг сейчас шайба из своей зоны. Герасимов первый на ней, но теряет. Надо было у шлага ее зажимать на удобную руку. Ох, е-мое. Ну, это скорее нечаянное такое столкновение Зубарева с Герасимовым. Передача на Зубарева не доходит. Подальше ее вперед бы. Нет, Володин ее перехватывает на лету. Будет передача Зубарева. Она доходит. Зубарев щелкает. Ну и прямо в грудь Борису Ивахненко. 2-1 по-прежнему. 9 минут и 10. И 9 секунд остается играть. 9 минут, да и 9 секунд остается играть в третьем периоде. И минуту 24 еще в большинстве будет команда Ракеты. Напомню, первая игра для обоих команд в этом чемпионате. Обладатель Кубка дивизиона, дебютант, команда Ракеты. Команда Айсберг. Для нее это дебютный сезон в нашей лиге. Хороший бросок. Пытался Володин шайбу. Эту подправить не удалось. Ему вновь Борис Ивахненко ее перехватывает. Айсберг пока перебросал Ракет 8-5 в этом периоде. Но суммарно пока Ракеты выглядят чуть-чуть предпочтительнее, чем Айсберг в третьем периоде. Посмотрим, чем это все закончится. Напомню, сегодня уже 2-1. Закончилась у нас вот предыдущая игра на салюте. Феникс ВТБ. Играли этот дивизион у нас чуть выше. Дивизион Оптимист. И там тоже 2-1. Был счет 1-1. Потом был забит второй гол. Как и сегодня. Еще один бросок. Вновь Ивахненко на месте. Хотя на сей раз ему обзор закрывал Илья Сидельников. Не удалось ему по шайбе попасть. Зубарев, по-моему, со льда уже не уходит. Сидельников. Шалбанов. Не удалось выкинуть. Зубарев. Щелчок. Шайба опять заблокирована. Боря сегодня крутится, как белка в колесе. А ему приходится это делать. Опасный еще один момент. Он отбивает и эту шайбу. Помогает судья тут уже ракетам. Передача на пятак. Володин просто не попадает по этой шайбе. Опять с неудобной руки. Но зачем? Зачем этой попытки выбросить шайбу с неудобной руки? Обычно они так и заканчиваются. Вот сейчас не разобрались. Партнер опять с неудобной руки. Опять она не выходит. Зубарев. Опять щелчок. Вратарь на месте. Ну сейчас-то удастся наконец шайбу с неудобной руки выкинуть. Но сейчас удается, да. Но тут Зубарев. Зубарев бегает. Не уходит он с площадки. Хотят ракета решить все до. Цейтнота в самом конце, чтобы обезопасить себя от этого ужаса, когда Айсберг побежит вперед в шестером, поменяв вратаря на шестого полевого игрока. Но пока это не удается. Борис Ивахненко продолжает держать свои ворота в неприкосновенности весь третий и весь второй период. Напомню, все шайбы были забиты в первом. Последняя – это вторая. Ракетами была заброшена за 20 секунд до конца первого периода. И с тех пор мы больше шайб не видели. А это оффсайд Загвоздкин заезжает туда, откуда не успел выехать его партнер Александр Богданов. Оббрасывание в средней зоне. Выигрывает его хоккеисты Айсберга. Сегодня у них с оббрасываниями чуть получше дела обстоят. Слободкин обыгрывает соперника. Самостоятельно одного, второго. Но Качанову ему обыграть не удалось. Качанов входит в зону передачи. Богданову. Богданов с шайбой. Поворачивается на удобную руку Загвоздкину. Загвоздкин сам перекладывает. На месте Ивахненко. Выброшена шайба из зоны. Не успевает ее. Карцев остановить тут на синей линии. Приходится атаку начинать сначала. Но ракеты, надо сказать, прибрали инициативу к своим рукам. Атакуют они и слева, и справа. Богданов не смог шайбу сейчас обработать. Вот он Грузинов. На неудобную руку его туда смещают за ворота. Некому ему отдавать. Он выкидывает ее на пятак. А там партнер Тюнов не готов. Тюнин, простите. Богданов. Вышла шайба из зоны. На каждом сантиметре площадки идет борьба. Ни одна из команд не хочет уступать. Все бегают, как заведенные электровеники. И опасно уже. Вот Кузнецов тут получает парочку бросков от синей линии. Но очень опасных, сильных бросков. И с которыми они так-то просто справятся. Даже вот учитывая, что это концовка игры. Неточная передача. И здесь тоже ошибка. И сейчас 3 в 2. Надо бежать. Надо в Кривцов. Никитин. Челчок слева. Мимо ворот. Шайба выходит из зоны. Оставляет шайбу. Айсберг в зоне. Туда перевод. Никитин. Можно еще раз бросать с неудобной руки. Шайба еле-еле доходит до Кузнецова. Ему, конечно же, при наличии соперников рядышком с ним, ничего не остается, как зафиксировать ее. И предложить командам поменять свои составы. А враслоне будет около его ворот. Меньше 5 минут. А тем временем остается до конца третьего заключительного периода в этой игре. Напомню, ни овертаймов, ни буллитов у нас в линии. Лиге в регулярном чемпионате не предусмотрено. Поэтому, если Айсберг сравняет счет, и он таким и останется, будет зафиксирована ничья. Команды получат по одному очку. Тем временем, как Айсберг и ЦХ... Ой, САП и ЦХМ в Одинцово сейчас играют. Мы не знаем результат. Но, наверное, он там... Я думаю, что там игра не менее захватывающая. Допускаю мысль, что там до сих пор 0-0. Потому что у нас в протоколе именно так сейчас и светится. А у нас здесь 2-1, пока ракеты впереди. Но они сражаются. Сражаются за это... За победу, за два очка. И Айсберг сражается за то, чтобы не дать ракетам получить эти 2 очка. Может быть, забрать у них хотя бы одну. А может быть, даже самим выиграть. Но для этого надо забить пока хотя бы одну. Капустин с шайбой. Бросок. Вратарь на месте. Еще один бросок будет. Да, еще раз. Кузнецов еще раз спасает свои ворота. С левого бросок фланга Капустина. А потом с правого фланга уже наносил Михаил Белов эту... Доставлял шайбу на пятак. Пытался попасть в верхний угол. Но она уже не хватило ему сил, чтобы ее поднять. И щитками между щитков зажал Капустин эту шайбу. И таймаут сейчас берет команда Айсберг. Надо им что-то делать. 3 минуты 41 секунда тем временем до конца третьего. Отрезка. Очень увлекательной игры. В дивизионе стажер у нас проходит. Обе команды достойно, чтобы играть и с предыдущей парой. Точнее, скажем так, не парой, а командой Абервал, которая перед этим выиграла у команды Вольта Лайтнинг. Я думаю, что Вольта все-таки это нижняя часть нижнего стажера. Стажер минус, так сказать. Сейчас у нас еще заявочная кампания в чемпионате идет вовсю. У нас команды появляются, исчезают. Некоторые так и не могут до сих пор определиться, с какой лиги они играют. Ну, а вот эти команды, которые сегодня у вас на экранах, определились. Правильно, определились. Они играют в лучшей лиге Москвы. Ростех Объединенной Корпоративной Хоккейной Лиги. И дивизион «Стажер» на ваших экранах. Да, дивизион «Стадион Салют». Сегодня трансляция, трансляция для вас, организованная компанией в «Спорте.ру». И Вахненко выбегает к этой шайбе, отдает ее Слободкину. Тот с фланга пытается начать атаку. Нечасто мы Марусиченко видим уже в последние минуты с шайбой. Сейчас он опять ее потерял. Качанов вместо броска передача. Сейчас немножко перестали бросать. А вот Зубарев, щелчок. Подставлено там в полете клюшкой. Шайба пролетает мимо ворот. Борис Ивахненко. Но даже сейчас он это контролировал. Пока два периода, почти целых два периода он оставляет свои ворота в неприкосновенности. Зубарев вновь. Это даже не бросок, а передача. Партнер был просто не готов поймать шайбу. Вновь Зубарев сам. Бросок. Заблокирована шайба защитником. Зубарев там борется вовсю, в углу. Передача на пятак. Здесь попытка разыграть на синей линии шайбу могла привести к очень опасному перехвату. Володин с шайбой. Зубареву. Зубарев оставляет шайбу в зоне. Ой, нет, простите, это не Зубарев, это, естественно, Богданов. Оставляет шайбу в зоне. Володин. Передача непонятна мне сейчас кому. Марусиченко пас вперед. Тюнин. Тюнин шайбу принять не смог. У него уже вторая была попытка принять шайбу от партнера в этой игре. Он мог бы убежать 1-0, но просто не сумел ее обработать. Уж очень неудобный был пас. Шайба скакала уже второй раз. Такой сегодня Зубарев не дает шайбе покинуть зону. Оставляет ее сам. Проходит бросок. Попадает он в защитнику. Назовем его так заднюю часть корпуса. Передача. Володин. Бросок. Опять шайба заблокирована. Айтберг выравнивается в этой игре по заблокированным броскам. Зачем это делать? Зачем это делать? Артем Кривцов. Нельзя так в такие минуты за 2 минуты до конца шайбу в своей зоне оставлять. Передача. Можно убегать. Можно. Тяжело. Ерасимову, но он бежит. Из последних сил бежит по флангу. Передача. Здесь опасно. Кузнецов. Кузнецов спасает сейчас свою команду от неминуемого положения. 2 на 1. И сейчас Капустин в своей зоне. Передача. А, это у нас уже Никитин. Нет, нет. Никитину Сергей Варцев не дает шайбой завладеть. Капустин еще разок. Никитин. Можно бежать. Самому сейчас надо бежать. 2 в 2. Передача перед синей линией. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Ребята, надо зайти в зону, а там уже отдавать. Здесь это опасно. Опасно. Восьмой номер. Бросок. Ну, просто спасает сейчас Борис Ивахненко. 20 секунд до конца. Будет удаление. Удаление. Опасно. Сейчас бы надо обменять. Да, шестеро. Шестеро. Сейчас на поляне. Все. Сейчас уже 15 секунд до конца. 14. Если быть точным. Команда Ракеты остается в меньшинстве. В меньшинстве за задержку соперника руками. Александр Богданов будет отдыхать уже не 2 минуты, а максимум 14 секунд. А может быть и меньше, если команде Айсберг явно они сейчас не будут возвращать вратаря на поляну и будут атаковать шестеро на четверы. Очень увлекательная игра. Естественно, тайм-аут, оставшийся ракетом в этой игре. Тренер его берет и 30 секунд есть на то, чтобы ракеты разработали схему обороны, а команда Айсберг схему атаки. Вот сейчас тренер там рисует на планшете, как команде надо действовать. И выходит сильнейшее сегодня звено. О, естественно, Грузинов. Естественно, Тюнин. Естественно, Напалков. Кстати, не часто я его сегодня фамилию называл. Но вот его выпускает. Но, естественно, лучшая пара защитников Капустин-Слободкин. Выиграно вбрасывание Айсбергом, но выиграно оно очень неудачно. Шайба выходит из зоны. 9-8. Да, тут уже трибуны скандируют окончание времени. Капустин бросок. Бросок не очень удачный. Время завершилось. Ракеты побеждают. 2-1 в стартовом поединке. Молодец сегодня Денис Кузнецов. Думаю, он лучшим сегодня будет признан в составе своей команды. Честно говоря, игра совершенно равных соперников. Мы сегодня с вами наблюдали. Ракеты победили. Эту игру выиграли. Стартовый свой поединок. Айсберг его проиграл. Но это ничего не значит. У команд еще будет время встретиться в этом чемпионате. Возможно, и не один раз. А может быть, они потом сойдутся в плей-офф. Может быть, даже в финале. Но напоминаю, что здесь, в этом дивизионе, у них еще много соперников. Тут больше 10 команд в дивизионе. Приветствую друг друга команды. Приветствуем. Благодарим мы наших телезрителей. Благодарим команды за отличный хоккей. Благодарим судей сегодня. Благодарим компанию в спорте.ру, которая нам организовывала этот репортаж. Который является нашим партнером. И все наши матчи будут в этом году снимать. По крайней мере, их большинство. С вами был Егор Киржаков. Компания «Спорте.ру», стадион «Салют» и Ростех. Объединенная корпоративная хоккейная лига. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова